Губернатор рассказал о планах на следующий год, назвал приоритетное направление развития региона – экономика, пространство, люди. Приток инвестиций обеспечит высокотехнологичные компании и новые индустрии. Сегодня в Донском инвестпортфеле свыше 600 проектов. Их плановый объем инвестиций – более 520 миллиардов рублей и 35 тысяч новых рабочих мест. Прорывные проекты реализуются в высокотехнологичных сферах, обрабатывающих пищевой промышленности, машиностроение, сельхозпроизводстве, возобновляемой энергетики, цифровой экономики и логистики. Для запуска инвестпроектов с долгой окупаемостью необходимо ввести дополнительные стимулы на уровне региона, считает Василий Голубев, по налогам, нормативам, субсидиям на инфраструктуру. Отдельное поручение Минэкономразвития – разработать областные преференции для владельцев и резидентов индустриальных и технопарков. Особое внимание развитию электронной торговли. За счет интернет-продаж должен расти экспорт. Наша область – традиционный лидер по экспорту продукции агропромышленного комплекса. И объем этого экспорта превышает 5 миллиардов долларов США. Для понимания, это пятая часть всего российского продовольственного экспорта. По итогам текущего года мы видим тенденцию, он заметно возрастет. В числе важных инфраструктурных проектов – ростовское транспортное кольцо, рост мощности портов. А города нужно развивать комплексно. Мы приступили к разработке дорожной карты по комплексному развитию города Таганрога как туристического центра. Безусловный приоритет в этой работе – это сохранение уникальных возможностей культурно-исторической среды города, города, основанного Петром I. Со следующего года наш регион подключится к нацпроекту «Туризм и индустрии гостеприимства», что поможет развитию отрасли. Еще одна новация – инвестпослание 2020 – подписание четырех инвестсоглашений. С Альфа-банком о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. С компанией «Мельница» о создании логистического центра в Мясниковском районе. Еще два проекта локализованы в Донецке. Агрофирма «Донецкая долина» создаст питомник плодовых деревьев и черешневый сад. А резидент «Тассер Альпака» вдвое увеличит выпуск детских настольных игр, головоломок и книг-игрушек. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.